Родовые проклятия. Миф или реальность? Проклятия знаменитых греческих магнатов. Безусловно, каждый человек стремится к лучшей жизни. Кто-то берет пример с успешных и знаменитых людей, подражает их стилю жизни, а кто-то, глядя на богатых и знаменитых, нередко дает место чувству зависти. Но часто, помимо многомиллионного наследства, детям передаются и родовые проклятия. Боль, разочарование, депрессии, пристрастие к наркотикам, неудачи в личной жизни, разводы и преждевременные смерти. В середине XX века одним из знаменитых представителей греческой династии Ливанос был Ставрос Георгас Ливанос, патриарх греческих судовладельцев, сделавший свое состояние во время Второй мировой войны и ставший крупнейшим корабельным магнатом международного уровня. Он был женат на Ариете Заферакис, от союза с которой родились трое детей – Евгения, Георгас и Афина. Ставрос любил своих детей, но, несмотря на все усилия, обеспечить им блестящее будущее, он не смог уберечь дочерей от трагических событий. В 1947 году знаменитый магнат, дипломат, владелец самого крупного частного флота в мире и один из богатейших людей нашей планеты, Аристотель Сократ Анасис, женился на самой завидной и богатой невесте Греции – 18-летней Афине – Тине Ливанос. Сколь не успешно шли дела самого Анасиса, ливаносовские капиталы, принесенные в качестве приданного Тиной, существенно изменили его положение в сфере бизнеса. В родной Греции имя Ливаноса было своеобразным свидетельством принадлежности к торгово-промышленной элите. В этом же году Евгения Ливанос выходит замуж за соперника империи Анасис, главного конкурента и основателя международной судоходной компании «Ниархас Лимитед», золотого грека Ставроса Ниархаса, известного также как торговца алмазами и коллекционера редких произведений искусства. Эти браки, которым всем предрекали безоблачное будущее, принесли много боли и страдания сестрам Ливанос. Афина родила Анасис у двоих детей, но вскоре эйфория сменилась глубокой депрессией, так как муж заводил романы на стороне и в силу своего южного темперамента нередко поднимал на супругу руку. Со временем молодая жена пристрастилась к наркотикам. В июне 1960 года, после 13 лет брака, Тина получила развод по причине психической жестокости мужа. Супружеская жизнь Евгении Ливанос и Ставроса Ниархаса не принесла ей счастья. Так же, как и у сестры, ее муж проявлял неверность, и после 18 лет супружества, в котором Евгения родила 4 детей, наступил развод. Но на этом сходство судеб родных сестер не закончилось. Жизнь обоих женщин оборвалась трагически. В 1970 году Евгения покончила с собой в возрасте 44 лет, приняв смертельную дозу барбитуратов. Год спустя Афина Анасис, разорвав свои отношения со вторым мужем Джоном Спенсером Черчиром, герцогом Мальборо, вышла замуж за Ставроса Ниархаса, бывшего мужа своей покойной сестры. Долгое время Афина находилась в наркотической зависимости, и по свидетельству близких, так же, как и ее сестра, покончила с собой в возрасте 45 лет. Хотя, по официальной версии, ей диагностировали сердечный приступ. Неудачи в личной жизни, разводы, словно преследовали практически всех потомков сестер Ливанос. Нехватка родительского тепла привела к тому, что обоих детей Аристотеля и Афины Анасис тянуло на партнеров постарше. Так, юная Кристина тайно вышла замуж за 48-летнего продавца недвижимости, еврея Болгера, у которого уже было четверо взрослых детей. Анасис был взбешен, лишил дочь наследства и заставил зятя через год начать бракоразводный процесс, после которого Кристина предприняла первую попытку самоубийства. Единственный сын и наследник, вице-президент авиакомпании «Олимпик» Александр Анасис вступил в связь с женщиной вдвое старше его, разведенной баронессой с двумя детьми, Фионой Тисен. Однако свадьбе не суждено было состояться, так как в возрасте 25 лет он погибает в авиакатастрофе над Афинами. Кристина Анасис еще трижды выходила замуж, вела довольно беспорядочный образ жизни и умерла в ноябре 1988 года. Врачи констатировали смерть от инфаркта, но знакомые и друзья Кристины полагают, что она, как и ее мать, покончила с собой, приняв слишком большую дозу наркотиков. Младший сын Евгении из Ставроса, Константин Неархас, первый грек, покоривший Эверест, был дважды разведен, не имел детей, также умер от передозировки кокаина в возрасте 37 лет. Средний сын Спирос Неархас был женат на Дафне Гиннес, от которой родилось трое детей, но брак также закончился разводом. Дочь Кристины Анасис Афина Руссель в связи со смертью матери в трехлетнем возрасте унаследовала огромную империю деда и вышла в историю как самая юная миллиардерша. В 2005 году Афина вышла замуж за бразильца Эльваро де Мирандо Нето, но после 11 лет брака, уличив мужа в измене, подала на развод. Совместных детей у Афины и Эльваро не было. Мы наследуем от своих предков не только цвет глаз, волос и строение фигуры, но и духовное наследие, в том числе и родовое проклятие, к основным признакам которого относятся повторение судьбы родителей, многочисленные разводы, склонность к самоубийству, преждевременные смерти в роду, бесплодие. Вне зависимости от того, бедный ты или богатый, родовое проклятие будет действовать в твоей жизни несколько родов, как минимум четырех поколений. И только Бог в силе прекратить действие родового проклятия и наполнить вашу жизнь и жизнь ваших потомков благословением до избытка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok